Здравствуйте и доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас будет такой вот своеобразный обзор без самого девайса. Да, как и с названием, и с превью, ты уже скорее всего понял, что у нас будет сегодня обзорчик на Honor Magic 4. Что-то похожее на Mate, но из линейки, или даже сказать, лучше из бренда Honor. Поскольку Honor теперь уже пару лет как отдельный бренд. Так же, как когда-то было и у Xiaomi с Redmi. И на самом деле, ни хрена себе я подумал, когда увидел эти девайсы на презентации в Барселоне, на презентации World Congress. И как мне кажется, что у Honor Magic 4 есть все шансы стать самым навороченным девайсом в 2022 году. Ну, конечно, год только относительно начался, да, четвертый месяц. Но, как мне кажется, на данный момент, по крайней мере, этот девайс самый революционный. Сомневаюсь, что при виде нового 13-го iPhone, владельцы прошлых моделей, таких как, допустим, 11 или 12, теряли дар речи от нововведений. Проще было, конечно, потерять дар речи от цены на новый девайс, нежели от нововведений. Так же, как и, в принципе, у Samsung. И в этом году, как бы, они прорыва не показали. По мне, так, за такой ценник можно уже задуматься, может, все-таки взять и Note, тот 20 Ultra, который, в принципе, мне тоже не понравился. Я, кстати, брал сначала себе Note 20 Ultra, поскольку я пользовался все время Note'ами, большими фаблетами. И мне, как бы, стилус пригождался. Но я, в итоге, остановился на Huawei Mate 40 Pro. И на данный момент, если бы не Google сервисы, как бы, да, то это был бы до сих пор еще топовый вариант. Я, как бы, сам для себя еще не решил, что же... То есть, на данный момент его для меня лично никакой смартфон еще пока заменить не может. А смартфон на минуточку 19-го года, если я не ошибаюсь, если я правильно, конечно, помню, 19-го, 20-го. Да, на данный момент, в принципе, вот в ценовом сегменте среднячок сделали революцию Realme. То есть, Realme за свои деньги, то есть, это вот когда-то раньше, когда-то был такой бренд Xiaomi, который делал цена-качество. То есть, как будто, не знаю, получалось, что ты берешь даже не по себе стоимость, а даже еще ниже. Поскольку были такие девайсы, что, ну, как бы, казалось бы, что тебе еще доплачивают за то, что ты его покупаешь. Но среднячки среднячками, как быть тем людям, которые хотят приобрести себе какой-нибудь из флагманов. Допустим, iPhone, ну, iPhone, iPhone, он, в принципе, в последнее время все время минорное обновление. В принципе, даже если переходить на iPhone, я брал 11-й iPhone, 12-й iPhone, сравнивал их вместе. Кстати, никакой, в принципе, кардинальной, кардинальных отличий я не видел. То есть, в принципе, я мог не доплатить и взять себе 11-й iPhone, но в нем также проблемы с перекидыванием данных и тому подобное. У меня сейчас, в принципе, экосистема Huawei. И если я даже возьму себе Honor, эта же экосистема, в принципе, для меня останется. Поскольку это, можно сказать, суббренд, субчик, суббренд, и у них есть также совместимость. Я надеюсь, если я не ошибаюсь. Но у нового Honor Magic 4 есть функция, так же, как и у Samsung раньше или сейчас до сих пор, подключение к любым Windows-устройствам по беспроводу. С компьютера на телефон и с телефона на компьютер. Но вернемся к нашему Honor Magic. Что самое прикольное? В 2022 году бренд Honor вышел на европейский рынок с Google-сервисами. И это, скажем так, небольшой или даже большой плюс в сторону не покупки Huawei, а покупки Honor. Поскольку есть боль от использования Huawei-вских устройств, поскольку сейчас еще гаечки больше закручиваются. И есть также плюсы, конечно. Автономность, как минимум. Меньше лагов. Но, да, то есть, если вам нужен доступ, допустим, к каким-то играм, которые идут только через Google-сервисы, то, да, надо покупать, собственно, тогда девайс с Google-сервисами лучше. И как альтернатива можно купить, собственно, Honor. И, да, в 2021 году, если я правильно помню, был такой хорошенький среднячок Honor 50 для своих денег. Но это что-то типа чуть лучше, чем Huawei P40 Pro. Если я правильно помню, я не держал его в руках, просто по спекам как-то так. С Google-сервисами. И, да, то есть, теперь они развернулись по полной уже в сторону европейского рынка. И выпустили уже хороший флагман, такой как Honor Magic 3. Honor Magic 4 сейчас, да, вышел. И к нему также доступные девайсы, такие как смарт-часы и беспроводные наушники. Раньше Honor позиционировалась как доступные девайсы для молодежи. С таким поворотом событий, я думаю, что уже многие могут и позабыть об этом. Поскольку с выходом Honor Magic, это, скажем так, флагман. Он стоит сейчас дороже, чем Mate 40 Pro. Который как бы на минуточку пока еще, наверное, флагман. Есть P50, но P50, с моей точки зрения, с его камнем, я бы не обновлялся даже на него. Поскольку там нет Google сервисов и, как бы, по отзывам, такой достаточно как будто бы недоработанный продукт. В этом все хорошо, только нет Google сервисов. Тоже с какой-то точки зрения, можно сказать, что сырой. Но это не из-за них, а из-за санкций. Как, собственно, выглядит Honor Magic 4 Pro? В принципе, невозможно говорить о дизайне объективно. Некоторым, допустим, может нравиться дизайн так, как сделан, допустим, у Pixel. Либо как у iPhone, либо как у Samsung. Каждому свое на вкус и цвет все фломастеры разные. Но есть одна заметочка. Если вам нравятся линейки Mate от Huawei, в принципе, там тоже такой круглый модуль. Большой круглый модуль камер. И, собственно, тоже у нас такой экран-водопад будет. Жаль, конечно, что у меня нет этого девайса пока, надеюсь, пока на руках. Обозреваю этот девайс заочно, но зато информация для вас скорее будет полезна. То есть, так же, как и в Huawei Mate 40 Pro. У него загнутый со всех сторон экран. То есть, водопад, да? Даже сверху и снизу. По-моему, в P40 Pro тоже такое было. Если я не ошибаюсь, напиши в комментариях, если я ошибаюсь. Да, вот эти вот покатые экранчики мне, на самом деле, уже надоели, поскольку у меня даже в Note 8, в Samsung Note 8 тоже эти были. Тогда это модно было, скажем так. Сейчас уже все стараются от этого дизайна отойти. В принципе, не практично. Если ты используешь, допустим, без чехла. У меня покатые грани еще и с внутренней стороны, то есть самого чехла. Если использовать без чехла, реально стрёмно. То есть, нужно использовать какой-нибудь попсокет или что-нибудь тому подобное. Но, да, по дизайну выглядит, конечно, прикольно. Хоть и некоторые считают, что это все устарело. В принципе, да, уже давно все это делают, эти экраны-водопады. С тех же Samsung S8, S7, по-моему, тоже был небольшой водопад. Сзади тоже, как у Mate, огромный блок камер. Все симметрично и выглядит так, что дизайн продуман. И над ним действительно работали. Хотя, скажем так, позаимствовали многое у этого девайса. Как же дела с производительностью у этого девайса? Разумеется, Honor Magic 4 Pro выбрала самые мощные комплектующие. Однако, лучше ли? Смартфон работает на базе новейшего Snapdragon 8-й версии, то есть 8-ген, 8-ген-1, короче, 8-й генерации. Получил 8 гигабайт оперативной памяти и быстрый накопитель на 256 гигабайт. В поддержку железа добавлены также еще и программные технологии оптимизации. Ускорение процессора Turbo Engine, ускорение FPS при помощи Honor OS Turbo X и основанный на искусственном интеллекте супер-рендеринг для мобильных игр. На бумаге, конечно, все звучит круто, но на практике было бы, конечно, лучше все это проверить, перед тем, как приобретать этот девайс. Поскольку с железом все-таки могут быть нарекания, поскольку Snapdragon 8-й серии, то есть 8-е поколение, имеет все шансы запомниться как самый проблемный флагманский чип из-за его перегрева. И при перегреве, собственно, он троттлит, тем самым, то есть, понимаешь, скидывает производительность и работает он как какой-то там процессор трехлетней давности. То есть, в 2021 году складывалось впечатление, что какие-то субфлагманы, то есть, среднички работают стабильнее и даже производительнее, чем вот этот вот флагманский чип 888. Проблемы были у процессора 888, то есть, он запомнился как бы как самый худший процессор, тот, который троттлит. Вот, нагревается и как бы, то есть, ну, проблемы с перегревом определенно, о них уже, я думаю, все уже знают. И процессоры, то есть, на новом процессоре, то есть, сейчас новый процессор вышел у Qualcomm, который 8-й версии, то есть, 8-ген просто, да, не 888, а Snapdragon 8-ген. Первый, то есть, пойдет там, наверное, второй потом и так далее. Вышли единицы только смартфонов, это, собственно, Xiaomi 12 и Moto HX30. И, судя по отзывам и тестам, проблемы с перегревом никуда не пропали. Возможно, немножечко стало лучше, но, в принципе, проблемы с троттлингом и перегревом остались. Но, в случае с Honor Magic 4 Pro паниковать я бы не стал, по крайней мере, раньше времени. Поскольку проблемы с троттлингом, это проблемы самого процессора, но есть также выходы из этой ситуации, такие как охлаждение самого смартфона. Если над ним поработали как надо, а я думаю, скорее всего, хотя бы лучше, чем у других флагманов, то такой проблемы не будет. Ну, или, по крайней мере, проблема будет меньшей. И такая проблема, в принципе, возникает, если вы геймер. Если вы не играете в игры, то, в принципе, ваш смартфон, ваш Honor Magic 4 Pro не будет так сильно троттлить, я так думаю. На текущий момент есть основания надеяться, что инженеры Honor поработали над охлаждением, то есть, имея в виду эту проблему самих камней, имея в виду процессоров Snapdragon 8 генерации. Поговорим о дисплее, и я вам зачитаю параметры. В Honor Magic 4 Pro установлен LTPO-экран с загнутым по четырем сторонам краям, с диагональю составляющей 6,81 дюйма, разрешение экрана Full HD+, и максимальная частота обновления экрана 120 Гц. Но частота обновлений у нас динамическая, то есть, от 1 до 120 Гц, в зависимости от того, что происходит на экране. Некоторые, конечно, приложения залочены на 60 или 30, допустим, FPS, и так и будет работать. То есть, это динамическая частота обновлений. Я думаю, это сделано в угоду автономности. Смартфон также отображает до 1 миллиарда, 0,07 цветов, обеспечивает 100% охват DCI-P3. Я не думаю, что 100%, наверное, 97 или что-то тому подобное. То есть, справился на все 100, как и, в принципе, Mate 40 Pro. Имеет расширенный динамический диапазон HDR10+, и максимальная яркость 1000 кандел на метр квадратный. А точность передачи Delta E обещают 0,5. Настолько малое отклонение крайне редко встречается в смартфонах. Здесь вот было крайне редкое отклонение. Поговорим про камеры Honor Magic Pro. Honor Magic 4 Pro оснащен тремя камерами, тремя модулями камер. Один из них 50 мегапикселей. Это, собственно, сенсор с широкоугольным объективом. И еще один на 50 мегапикселей. Модуль с сверхширокоугольным объективом до 120 градусов. А если быть точным, 122 градусов. И телеобъектив на 64 мегапикселя. С технологией Ultra Fusion. Короче, что-то там смешивают. Скорее всего, есть технология смешения кадров. Наверное, что-то в этом роде. Исходя из слова Fusion. Fusion это что-то, замес чего-то. Кроме того, используются два вспомогательных сенсора. Для улучшения качества съемки. На презентации модуль камер назвали Glass Muse. И пообещали невероятное качество съемки. Здесь тоже все прекрасно. Но я надеюсь, там будет еще лучше. Потому что результаты с P50, Huawei P50 мне понравились. Чуть лучше, чем здесь. Но, конечно, не стоит переходить с Kirin на 888. Мне интересно, конечно, какую строчку займет в DXOMarkt этот смартфончик. А теперь поговорим про фронтальную камеру. Фронтальная камера у нас двойная, как и здесь. Имеет разрешение 12 мегапикселей. Встроенный сенсор не участвует в съемках. Он отвечает за построение глубины. То есть карты глубины. То есть та же биометрия лица и тому подобное. То есть тем самым это тот же, что и в iPhone. Биометрический или биометрическая возможность разблокировки по лицу. Такая же, как и Face ID. То есть не идентичная, но по типу. Поскольку здесь, кстати, тоже все круто в этом плане. То есть в этом плане, что здесь, что. Honor Magic 3 и 4. 3, кстати, не знаю. 4 Pro. Это как Face ID. То есть построение полной лицевой карты. И тем самым это надежнее, чем просто по камере разблокироваться. Ну и даже в этом плане это очень быстро. То есть у меня лежит телефон, допустим, где-нибудь на столе. Я просто на него посмотрю. А он мне уже время показывает. Или было как на первые месяца. Он, в принципе, разблокировался. Это меня, конечно, бесило. Но при обновлениях они все поправили. И он просто отображал время или оповещение. При том случае, если я, допустим, на него просто посмотрю. А он у меня там где-то лежит рядышком. То есть я его даже не поднимал. Если поднимаешь, он, в принципе, тогда уже разблокируется. Он понимает, что смартфон у тебя в руках и при этом разблокируется. То есть, скорее всего, та же технология стоит и в Honor Magic 4 Pro. Так, что еще интересного было в этом смартфоне? Аккумулятор на 4600 мАч. И зарядка 100 Вт. Здесь у меня было 66, а там 100. То есть, у меня мой смартфон заряжается за 45 минут. Просто пулей. За полчаса там практически все заряжается. Можно поставить на зарядку на 20 минут. И, в принципе, на день хватает. А тут в Honor Magic заявлено, что за 15 минут вы можете зарядить первые. Первые, это важно. Первые 50%. Смартфон работает на оболочке Magic UI 6 на основе Android 12. И, что самое главное, с сервисами Google. Оснащен модулями Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC или NFS, кому как удобно. NFC с стереодинамиками, как и здесь. А также новым ультразвуковым подэкранным сканером отпечатка пальцев. Или пальцев. Что самое главное, с увеличенной площадью. Защита от воды присутствует по стандарту IP68. Про все интересности этого смартфона, конечно, лучше будет поговорить после того, как я сравню его с моим мейтом. Который ни капельки не устарел. То есть, я говорю, я еще не нашел ни одного смартфона, на который я бы смог бы обновиться. То есть, если только в пользу Google сервисов. Но я брал на тесты смартфоны. И это просто мучение, в принципе, как смартфоны работают. То есть, какие у них лаги и тому подобное. Этот летает как пушка. Не без проблем. Тоже есть иногда некоторые фрезы и лаги. Возможно, это все из-за всяких APK Pure'ов и установленных приложений. Но, в принципе, если в игре не зависать. Хотя здесь я тоже в колду-то играю. Но уже некоторые игры, в принципе, на этом смартфоне не работают. На Kirin. На процессе Kirin. Потому что Mate 40, по-моему, если я правильно помню, они уже сделали Mate 40 на Qualcomm 4G. И там были Google сервисы. Поскольку с процессорами от Kirin они не имели права делать смартфоны по санкциям с Google сервисами. И анонсированная сумма этого девайса будет 1099 евро в Европе. Примерно. Плюс-минус. Но, как говорится, на первых порах я бы, конечно, подождал бы. Посмотрел, как люди бы протестировали бы этот сначала девайс. Либо люди с возможностями, которые это имеют. Но не цеплялся бы сразу за этот девайс. Поскольку, да, процессор 8 серии имеет все-таки все равно проблемы с перегревом. И неизвестно, насколько хорошо сделали ребята из Honor свое охлаждение. Нужно будет все проверять в тестах, в играх. Бенчмарки это отдельная история. Главное, как это все и как бы в быту. В течение нескольких недель, как минимум. В принципе, все. Все, что я хотел сказать про этот замечательный девайс, я сказал. Если я что-то не упомянул, пиши, как всегда, в комментариях. Мы с тобой поговорим. И, кстати, не забывай подписываться на меня и ставить там колокольчик, лайк, чтобы помочь хоть как-то выплатить из этого низа Ютуба наверх. И, да, с тобой был дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания. И основанный на искусственном интеллекторе... интеллекторе.